Здравствуйте, уважаемые телезрители! И как всегда вас приветствует наша передача «Школа кулинарного мастерства». Мы рады вас приветствовать в нашем учреждении образования Слудский государственный колледж. Я с удовольствием хочу сегодня поделиться секретами кулинарного мастерства Татьяна Анатольевна Яченко, заведующая отделением. И моим помощником сегодня будет учащийся второго курса Слудского государственного колледжа Рекути Роман. Я очень довольна, что наши студенты участвуют в творческом процессе. И Роман, давай мы поделимся с нашими телезрителями, какое блюдо мы сегодня будем готовить, какие ингредиенты будем использовать, а секреты уже будут в процессе передачи. Сегодня мы будем готовить карпа, запеченного с овощами в сливочно-сырном соусе. Также нам понадобится для приготовления этого блюда капуста брокколи, бруссельская капуста, морковь, лук, лимон, куриные яйца, сливки, сливочное и подсолнечное масло, сыр, креветки, мука и молоко. Я хочу сказать, что мы ежегодно принимаем участие во всевозможных конкурсах. И вот как бы немножко подбодрить, наверное, своего сегодня коллегу по рабочему столу, что называется, Романа. Это кандидат на участие в конкурсе, который называется WorldSkills. Мы готовимся к этому. И вот я думаю, что даже сегодняшняя передача Роман тебе даст какие-то творческие инициативы, возможности. Может быть, чего-то ты подучишься здесь, может быть, ты мне что-то покажешь. Но еще один момент, то, что Роман озвучил все ингредиенты, которые сегодня здесь у нас на столе присутствуют, это достаточно доступные продукты. Я думаю, что у любой хозяйки найдется все, что сегодня стоит у нас на столе. Рыба, карп, пришла к нам откуда? Из Китая. Из Китая, да. Впервые в Китае и в Европе появилась на только тысячу лет назад искусственным путем. Кстати, Сазан был первоначальником. Карп бывает разный. Мы сегодня используем карп зеркальный. И я, уважаемые телезрители, в процессе передачи буду вам не просто рассказывать саму технологию приготовления, а что, какие особенности есть. Я вот сейчас начну подготавливать рыбу. Мы, конечно, заранее, чтобы экономить время, мы обрезали уже плавники. Мы удалили чешую, как видите, я смелась в перчатках это провожу. Ну и, как всегда, объясняю нашим студентам, да, и вот одновременно Романа буду обучать. Используем доску по назначению синего цвета доска, используется для рыбы. Наша рыба уже очищена. Не допреждаю, обязательно удаляются жабры. Почему? В жабрах содержится все то, что содержится в воде, поэтому удаляются жабры. Что можно было бы сделать? Можно нарезать на порционные куски, да, можно обжарить, можно запечь. Но хочется какой-то новинки, хочется какое-то творчество немножко. Вот мы с Романом сегодня хотим с вами поделиться этими секретами. И я сразу уже нашу подготовленную рыбу выкладываю на разделочную доску. Как видите, я работаю в перчатках, хотя мое любимое правило, чтобы руки повара касались продукта. Но, не менее, пока мы делаем так, я беру нож, и мы будем делать надрезы на рыбе. Ром, обрати, пожалуйста, внимание, я делаю это под прямым углом. Я веду такой предмет, технология продукции кухонь народов мира. И всегда студентам рассказываю, если рыба нужна для жарки, как мы нарезаем? Под прямым углом. 45 градусов, наоборот, чтобы покрасновение было. А тут рыба наша будет запекаться. Поэтому я смело нарезаю под прямым углом. Вот, вот так вот смело. И то же самое проделываю с обратной стороны. Видите, я до конца не дорезаю, потому что там остается еще у нас скелет. Ром, чтобы не терять ремен, значит, бери, вливай сливки сюда. Берем где-то грамм, что сливок больше не нужно. Выдавливаешь туда сок лимона. Смотри, вот этот лимон. Выдавливаешь туда сок лимона. Рыбу сейчас посолим, поперчим. Рыба вообще обожает лимон. Вот, наверное, если вы в ресторанной кухне немножко знаете, что, да, как правило, рыба всегда подается с лимоном. Солим, перчим. Конечно, это все по вашему вкусу. Можете использовать свои специи. Но я считаю, что самое традиционное, наверное, это просто соль, перец. Многие увлекаются всевозможными специями. У нас сегодня специи еще будут присутствовать. Злоупотреблять этим тоже не стоит. Мой принцип кулинарии, что каждый продукт должен иметь свой свой свойственный ему вкус. Итак, мы рыбу нашу посолили, поперчили, да, по своим потребностям, как вот обычно люди любят. И делаем сливочно-горчичный соус с добавлением лимона. Рома наш лимон уже добавил. Я тебя помешаю, пожалуйста, помешай. Все это. Ну, учитывая, что я в перчатках, я уже, наверное, ее изобрянула. И мы нашу рыбу отправим на 30-40 минут в холодильник. За это время мы будем заниматься гарниром. Будем заниматься соусом. Готово, да? Добавляем наш сливочно-горчичный соус. Вот я в перчатках, поэтому я сейчас смело. Я могу ее размазать. И на 30-40 минут мы отправим суета в холодильник. За этот период, учитывая, что здесь лимонный сок, учитывая, что здесь сливки, горчица, наш карп пропитается всем этим. Рома, попрошу тебя поставить в холодильник. Вот видите, как мы оставляем ее на одну капельку продукта. И в это время мы займемся следующим технологическим процессом. Пока наша рыба находится в холодном помещении, мы не будем с Романом терять время. И я позволю ему произвести первичную обработку, тепловую обработку наших овощей. Это будет брюссельская капуста. Брюссельская капуста достаточно известный уже у нас овощ. Но знаете, что хочу сказать? Что появился-то он у нас в 19 веке, только в начале 19 века. И меня очень часто интересует, вот откуда такое название появилось? Начало эта капуста выросла и была в селекции выведена в Бельгии. Потом она попала во Францию. Потом она попала в Германию. И только в 19 веке она попала к нам в Россию. На сегодняшний день, мне кажется, уже нет ни одного человека, который не знает про этот овощ. Овощ достаточно полезный. Насколько я знаю, этот овощ очень любят в Швеции, очень любят в Финляндии. Я знаю, что в Финляндии есть фирменный суп, который с щи приготавливается именно с брюссельской капустой. Химический состав достаточно полезный. Там содержится полноценный белок. Единственное, что, Рома, я тебе напомню, для того, чтобы наш хролофилл, зеленый цвет, не терял цвет, это очень важно из домашних условий, когда вы это будете делать. Можно добавить уксус. Мы не будем подпять уксусом, мы добавим немножко лимонной кислоты. И можно было туда добавить сок лимона. Итак, 2-3 минуты проходит такой процесс, который называется бланширование. Бланширование, Рома, это что? Бланширование – это тепловая обработка. Продводится на кипящей воде 5 минут при открытой крышке. Около 5 минут. 2-3-5 минут зависит от того, какой мы овощ будем бланшировать. Вообще, как правило, к рыбе используется картофель. И мы настолько и в Белоруссии к этому привыкли, да, Рома? Что вот какие бы блюда мы с вами не изучали, как правило, к рыбе – картофель. Вот настолько как бы традиционно. Мы сегодня немножко отступили в сторону. И мне бы и хотелось, наверное, уважаемые телевизорители, немножко ваш стол, наверное, разнообразить. И расширить, что ли, кулинарный кругозор, может быть, я так скажу. И мы сегодня будем использовать два вида капусты. Для этого мы бланшируем сейчас брюссельскую капусту. Я вообще хочу сказать, что этот овощ, кроме того, что там содержится полноценный белок. Помните, вот на первом занятии я вам сказала, какая самая главная цель повара? Самая главная цель повара – это вкусно и правильно накормить своего потребителя. Не просто вкусно и правильно, а еще и качественно. Конечно. Сохранить химический состав того иного продукта. Мы очень часто дома нарушаем все эти технологии, которые в кулинарии существуют. И я всегда нашим студентам говорю, что если есть такая наука, технология приготовления пищи, если есть такая специальность повара, как медик, как столер, как каменщик, ну, кто угодно, водитель, везде существуют свои правила. Вот у нас в кулинарии тоже есть свои правила. Вот я уже сейчас Роме буду говорить, что, Рома, не затягивай, давай, доставай. И, видите, мы сохранили зеленый цвет благодаря добавлению кислоты. Сейчас мы будем туда добавлять капусту брокколи. Брокколи тоже очень интересная капуста. В европейских ресторанах на сложный гарнир очень часто этот овощ идет. Вот мы сегодня будем его использовать на гарнир, но чуть позже вы узнаете, каким образом. Я немножко Роме помогу, да, я вижу, что у него уже брюссельская капуста, вот она готова. Мы не будем терять время, я у него это заберу. Даю ему брокколи, капусту и ром. Предмет товароведения у вас был такой, да? Да. Расскажи нам, пожалуйста, для наших телезрителей, а пульзия может сказать вред? Брокколи по своей пищевой ценности приближена к лимону. В ней находятся витамины В1, В2, С, ПП. Из минеральных веществ в ней находятся калий, магний и фосфор. В общем-то, она является очень малокалорийным продуктом и подходит для лечебного и гиетического питания. И детского питания, да. И я немножко, извини, что уже, может, я перебила тебя. Тут содержатся полноценные белоки еще. Это очень важно. И еще хочу сказать, что обычно детям овощи начинают давать достаточно поздно. Так вот, именно вот эту капусту, именно этот овощ можно давать уже буквально в 3 месяца ребенку. Поэтому, уважаемые телезрители, у кого есть маленькие дети, возьмите это к сведению своему. Ко всему еще и то, что детское питание. Итак, наш гарнир полуготов. Мы пробалансировали капусту. Ром, наверное, ты знаешь, что кулинарное искусство без творчества, ну, просто вот никак. Конечно. Ну, вот никак. Привыкли украшать, вот когда смотришь передачи, да, зарубежными какими-то ингредиентами, какими-то продуктами. Почему мы не можем нашу рыбу сегодня украсить обыкновенной морковью, нашим корнеплодом, который растет у нас? Я попрошу, Ром, ты нарежь тоненькими такими вот полосочками. Мы специально оставили воду после балансирования. Видите, экономили электроэнергию с одной стороны, да, чтобы все использовалось рационально. И что я еще хочу сказать, что в нашем учреждении образования, кроме того, что наши дети получают профессиональные навыки, кроме того, что они получают квалификацию, есть возможность творчески развиваться. Вот как раз-таки Роман, один из всех наших студентов. Роман, я хочу, чтобы ты сам поделился, чтобы не с моих уст это все звучало, а из твоих уст, за что тебя приглашали в Минск, чем тебя награждали там. Ну, в Минск приглашали меня на прошлой неделе и вручали свидетельство о присвоении профсоюзной стипендии за активное участие в общественной жизни нашего колледжа. Ну, расскажи, какая активная жизнь в нашем колледже вообще существует? Ну, мы выступаем на множестве мероприятий, как местного характера, по типу Дня матери или подобных мероприятий. Так и выезжаем за пределы как Слудска, так и области. Например, мы выступали в Дворце Республики на 80 лет профтехобразования. Да, мы выступали на конкурсе арт-вокации. У меня такой-то интересный вопрос. Как правило, к нам поступают наши абитуриенты, студенты будущие. Ну, Слудск, Слудский регион, Минская область. Ты, Рома, у нас откуда? Я родом из Витебской области, Глубокского района. Достаточно, не дешевле. Хорошо. Мне просто очень интересно. Я сама просто когда-то училась в Витебске. Это достаточно далеко. Достаточно далеко. И, казалось бы, в том же регионе есть подобного типа учреждения образования. Почему ты приехал к нам? Ну, учреждения образования подобного типа есть. И как ты их вообще узнал? Ну, в общем, если зайти издалека, то меня всегда с детства восхищало умение бабушки и мамы из какого-то маленького набора продуктов, то есть она обычных, привитывались какие-то необычные и очень вкусные блюда. И я подумал, почему бы мне не научиться этому. Я начал искать учреждения образования. И в нашем регионе они, конечно, были, но они, что было на сельскохозяйственной базе, что было в каких-то совсем мелких профессиональных городках. Я и тут, я наткнулся на Слудск. Я подумал, что это большой город с большой историей, с большой красивой историей. И, к тому же, рядом с Минском мне будет удобно добираться, если что. И я подумал... Скажите, пожалуйста, да, извини, что я тебя перебиваю. Вот будущим нашим эдитуриентам, детям, которые вообще, ну, особо про город Слудск не знают, про наше учреждение не знают. Вот что бы ты мог сказать про наше учреждение образования, что тебя здесь до сих пор еще удержало, наверное? Ну... Ты видишь, ты уже дипломант. Мы тебя уже готовим на WorldSkills. То есть, ну, наверное, что-то тебя, вот, ну, не знаю, что-то, внутреннее что-то, не внутреннее, условия проживания, условия то, что, вот мы говорили, что у нас есть дополнительное образование, спортивные секции. Вот ты видишь, такой активный? Ну, в общем, здесь много различных факторов. С одной стороны, в этом колледже можно найти занятия на любой вкус. У нас около 28 спортивных и других кружков и образований. К тому же, условия проживания в общежитии у нас очень комфортные. Вот. Замечательный патологический состав, безусловно. Вот. И очень интересно учиться и развиваться. Я надеюсь, ты будешь мне на кафедре скоро, мои мастеры. Надеюсь, нет. Итак, уважаемые телезрители, мы продолжаем оформление нашего блюда. Мы говорили про творчество. Я думаю, что вот такая вот штука, наверное, у каждого дома есть. Мы иногда применяем ее просто для очистки, там, не знаю, корнеплодов, да, клубнеплодов. Вот мы с Романом решили чуть-чуть разнообразить наше блюдо. С зубочисткой, как видите, мы сделали что-то в виде наподобие роз. Мы слегка пробланшируем, слегка, потому что они чуть-чуть размягчились. А потом мы этот овощ, морковь, будем использовать в дальнейшем для оформления нашего блюда. Буквально на 2-3 минуты мы погружаем в кипяток. 2-3 минуты. И достаем. В это время у нас уже на плите готовится фритюр. Что такое фритюр, скажи, пожалуйста. Фритюр – это раскаленное до большой температуры подсолнечное масло, в котором после обжариваются и опускаются различные продукты. В нашем случае это капуста бурстейская, капуста и капуста брокколи. Ну, для молодых специалистов, домашних, что называется, я хочу сказать, что не просто растительное масло, нужно учитывать, какое растительное масло происходит. Рафинированное. Потому что растительное масло бывает рафинированное, нерафинированное. Рафинированное используется для притюра, нерафинированное, оно наиболее полезно для заправки кислота, потому что там полный химический состав сохраняется. Роман, ты не пропусти, пожалуйста. В это время я расскажу, что такое тесто кляр. Тесто кляр – вообще-то слово французского происхождения, и в переводе французского оно обозначает связь соединения. Вот наши овощи, которые уже готовы, они, кстати, уже охладились. Сейчас мы будем готовить, Роман буду готовить, я специально хочу, чтобы все это делал он. Чтобы наши телевидители видели, что наши студенты умеют, практикуются. Все, спасибо. Мы это отставляем пока в сторону. И сейчас я буду помогать, конечно, Роману, но тесто кляр будет готовить вот все. Для приготовления тесто кляр нам необходимо взбить яйца. Конечно, идеальный вариант будет, Роман, на будущее от себя, когда в конкурсах будешь принимать участие, чтобы белок взбить отдельно. Причем белок взбивается очень хорошо на будущее от себя, когда он слегка охлажден. Чем холоднее белок, тем лучше он взбивается. Ну, в данном случае, как бы у нас домашний такой вариант упрощенный, да, мы тут высокую кулинарию не используем, но правила все равно соблюдаем. Пока взбивается белок, я Роману добавляю молоко. Молоко. По чуть-чуть, тонкой струйкой мы это делаем. И все молоко мы сразу никогда не вливаем. Хочу, уважаемые телевидители, сказать, ни в одной передаче уже я вам рассказывала о том, что какие бы блюда мы из муки не готовили, мука предварительно всегда просеивается. Чтобы сэкономить время, мы уже ее просеяли. Для чего Рома это делает? Для того, чтобы насыщить кислородом и избавить от возможности. Чтобы изделия были более пышные и избавить, а правильно он совершенно говорит. Конечно, мы привыкли, что сейчас эта мука продается в пакетах, это когда-то давно-давно на мешках продавалось, но вместе с тем, наверное, основной смысл, то, чтобы она насыщилась кислородом и чтобы наше тесто было более пышным. Ну, я, наверное, еще открою один секрет, открою, вот тебе поделюсь. Можно было добавить сюда минеральную луну. Да, вот это тесто будет прям такое вот пышным будет. Значит, я сейчас добавляю муку и по чуть-чуть ты все это перемешиваешь. Мы добиваемся консистенции густой сметаны. У нас там уже греется масло наше. И сейчас мы нашу капусту, заранее, предварительно, уже бланшированную, будем погружать в это тесто и быстренько опускать. Рыба уже достаточно, я думаю, промариновалась. Пока Роман будет готовить нам гарнир, капусту, жареную во фритюре, все стекляр. Моя задача сейчас подготовить рыбу для запекания. И то, что мы вам обещали, будем делать все это красиво, будем использовать моменты творчества. Ну, вот сразу, уважаемые хозяйки, я вам хочу сказать, чтобы лишний раз дома не расходовать моющее средство, чтобы лишний раз не отмывать, что часто у нас дома это бывает посуду, мы будем использовать просто лист пергамент бумаги. Итак, я сейчас выложу рыбу и будем нашу рыбу украшать. Я вам уже в начале передачи сказала, что очень часто для приготовления рыбы используется лимон, в том числе мы для маринада использовали сок лимона. У нас есть, конечно, в колледже всевозможные приспособления, наборы. Дома иногда этого нет. Вы дома можете взять обыкновенный ножик, вот как я это и делаю, видите, обыкновенный нож. Вот этот процесс называется калибровка. Калибровка – это создание определенного рисунка. В частности, я это буду делать на лимоне. Потом этот лимон мы будем использовать для фарширования нашей рыбы. Ту же морковь, которую мы сегодня тоже уже сбланшировали, с добавлением чуть-чуть кислой среды, и тоже пойдет у нас на украшение. И в дальнейшем мы это блюдо будем подавать. Рыба будет запекаться, ну, и ориентировочно 20-30 минут. Я думаю, больше ей не нужно. Тем более, она не такого большого размера. Мы, как помните, вы в начале передачи сделали уже надрезы. Я хочу вот эти надрезы заполнить гарниром. Для вас, уважаемые телепрители, что если вы любите, допустим, лук, я не знаю, там, чеснок, очень часто, вот, допустим, мы приготовляем такое блюдо, мы можем использовать, особенно в летний период, можно использовать зелень всевозможную. Можно было эту рыбу запомнить, там, я не знаю, укропом. Можно было бы заполнить базиликом, петрушкой. Ну, вот пока мы то, что у нас вот есть под руками, самое такое, как мне кажется, простое. И вот, вот такого внешнего вида получился у нас лимон. Обратите внимание, я не выбрасывала то, что обрезала. Но вообще цедра – это достаточно полезный продукт. Мы потом, возможно, используем ее в виде украшения, вот пока еще не знаю. Но выбрасывать нет необходимости. И нарезаем кружочками. Еще раз повторяю, что морковь у нас уже готова. И вот сейчас мы будем оформлять блюдо. Как всегда, мы используем современное оборудование, которое существует у нас в колледже. Мы гордимся этим, что у нас ресурсный центр. Ну, знаете что, смело говорю, профессиональный, настоящий ресурсный центр. Вот к нам приезжают учащиеся студенты со всей Минской области. Вот, казалось бы, уже можно было так и положить, да, как обычно мы дома это делаем. Смазали сметаной там и все. Но хотелось бы побольше красоты. И это мы с вами сейчас и будем делать. Вот там, где я сделала надрезы, во-первых, попадет еще сок лимона туда, во-вторых, тот соус, который остался, пропитается. И мы сейчас с вами подумаем, как нам правильно использовать наши розы. Наши розы из моркови. В любом случае они нам пригодятся. Я сказала, что мы удалили жабры, мы удалили глаза. Что-то для украшения мы потом туда будем применять. Итак, пока попробуем. Вот так. Когда повара добиваются искусства, настоящего искусства, а это профессионалы, которые умеют, как модельер, воплощать в жизнь то, что сидит у него в голове. Вот это настолько важно. Из примитивного, из простого сделать что-то. И мы всегда в своих передачах стараемся вам передать, чтобы вы дома могли. Вот просто, казалось бы, из ничего. Вот мы взяли, просто разрезали морковь. Ну, взяли, скололи ее зубочисткой. Ну, казалось бы, и что? А до чего я использую зубочистку? Она потом достанется, чтобы, когда морковь будет запекаться, чтобы просто она не потеряла форму. Это одно. Второе. Мы прокалываем рыбу. Это тоже очень важно. Как вы дома проверяете готовность рыбы? Наверное, по внешнему виду. Наверняка берете вилку, берете нож. И как бы по соку пытаетесь определить. А у вас для этого уже будет готовая зубочистка. И в этом нет необходимости. Я заканчиваю процедуру нашу. Вот думаете, так как это мне... Чтобы было более красиво. Чтобы было более красиво и привлекательно. Но опять-таки, это ж на ваш вкус. Если бы я для этого использовала свеклу, свекла бы потеряла цвет. Там содержится антоциан, красящее вещество, которое во время тепловой обработки теряет свои свойства. Рыба вроде бы серенькая, да? Соус у нас тоже светлый такой. Мы использовали лимон. Сейчас наша морковь запечется. Я сейчас еще вот остатки соуса все-таки сюда позволю себе пустить. Это все запечется. Рома за это время приготовит нам гарнир. А дальше мы с вами будем готовить соус. В домашних условиях вы такое блюдо можете запечь в духовом шкафу при температуре 180 градусов 20-30 минут. У нас же умная машина, как я вам сказала. Я вот выбираю рыбу. Гриль, панировка, жареная на пару. Что мы с вами выберем? У нас рыба не в тесте. Давайте просто жареная. Машина дает нам сигнал. Вот, вы слышите, она заработала. Я смело сюда вставлю. Включаю время. Итак, наша рыба запекается. Гарнир практически готов. Нам осталось для заключения подачи нашего блюда приготовить сливочно-сырный соус. Для приготовления сливочно-сырного соуса мы, Роман, сегодня будем использовать. Сливочное масло. Прежде всего, посуду с толстым дном, я предупреждаю, потому что сливки, они подвергнутся быстрому кипению, очень быстро нагреваются. Мы сначала растапливаем сливочное масло. Я беру желток яйца и хочу обратить ваше внимание, что мы белок не выбрасывали, мы белок использовали. Рома, ты запомнил, куда? Тесто кляр. Белок в тесто кляр, да. Итак, я сейчас желток буду разбавлять частью сливок. В это время Рома добавил туда уже соль немножко, да? Сейчас я себе Рома подам сливки, остальные возьми, пожалуйста. И есть такая прекрасная специя. Мы как-то в одной передаче с вами, по-моему, про это говорили. Ром, что ты можешь нам рассказать, что такое куркума? Что это такое? Откуда она у нас появилась? В чем преимущество? Что для блюда это значит? Ну, куркума – это очень старая специя. Она появилась в кульском бихозе около 5-8 тысяч лет назад. Она крайне полезна для работы мозга, для иммунитета. Также она является диабетическим продуктом и природным красителем. Безусловно, природный краситель, весь такой прекрасный внешний вид. Я поделюсь своим секретом домашним. Я очень часто дома, в Оладьи, просто в тесто добавляю, во-первых, немножко запах, конечно, безусловно, ну и, конечно, красивый внешний вид. Очень красивый внешний вид, поэтому хорошо, когда дома есть домашние яйца, да? Когда и цвет красивый у теста получается, а если вдруг нет, вот, пожалуйста, вам один из секретов, мы делимся с вами. Вообще, я вам хочу сказать, уважаемые телезрители, наше учреждение образования до 4 раза удостоено республиканской доски почета. Наши выпускники, наши студенты работают по всей Республике Беларусь. Я не могу перечислить все те маслодельные, сыродельные заводы, где наши выпускники есть. Я не могу перечислить буквально, наверное, все торговые объекты Республики Беларусь, где бы не было наших выпускников. И настолько приятно, настолько отрадно, когда наши выпускники к нам приезжают. И мне лично вот самой приятно, что уже наших учащихся, моих тех же выпускников, когда я работала когда-то мастером производственного обучения, уже дети приехали к нам, поступили учиться. Поэтому наши стены всегда, наше участие образования, наши двери всегда открыты. Пожалуйста, онлайн, пожалуйста, выходите на наш сайт, звоните нам на телефон, обращайтесь к нам. Мама с девочкой приехала из Брестской области, Ляховичский район. Насколько они были удивлены всему тому, что у нас здесь есть. Одно дело, когда просто ваш ребенок получает профессию. И совершенно другое дело, вы родителей спокойно отпускаете, ну, как говорится, по-матерински свое дитя, и вы будете уверены в том, что он будет обеспечен общежитием. Два пятиэтажных общежития, два спортивных зала, два конференц-зала. И как Рома сегодня вот с вами поделился, что, ну, наверное, если ребенок хочет, то нет секунды свободного времени. Можно ходить заниматься пением, можно ходить в спортивные секции, можно принимать участие, можно, как вот мы, Рома, пять человек мы с вашей группы отобрали, да, на Орбске вот будем готовить. Как мне приятно, когда мы в прошлом году на Орбскилсе взяли лидирующие места, и вот эти ребята наши в этом году уже выпускаются, и для них это опыт, и вот как вчера вот буквально был выпускной экзамен у заводчников, но у детей просто слезы, слезы радости от того, что они здесь учились, они здесь находились, и обещали мне, что к нам будут поступать их дети. Поэтому, уважаемые те родители, приходите к нам, знайте, что мы такие есть, и какие профессии у нас есть, начиная с 9 классов, заканчивая 11 классами, задают очень часто вопрос, девочками или мальчиками можно учиться? Можно учиться всем, и по любой квалификации. Мне очень приятно, что в этом году у нас вот на продавцов 8 мальчишек обучаются. Вот казалось бы, да, мы настолько привыкли, что профессия продавец только девочке обучается. На самом деле нет. Любой из вас знает, что какие магазины, сейчас супермаркеты открываются, и, безусловно, наверное, молодой человек лучше расскажет про технику бытовую, про компьютерную какую-то технику, чем девочка. Девочка больше, может быть, разберется там без косметика и с всем остальным. Поэтому наши двери, еще раз вам повторяю, всегда открыты. Приходите к нам, интересуйте, звоните. Мы всегда будем рады. Будем делиться своим искусством. Ждем вас. Сливки наши подошли к кипению. Тонкой струйкой я вливаю яичный желток. Рома, мешай, мешай, мешай. Как я вам сказала, мы туда добавили специю. А вот сейчас я буду добавлять предварительно натертый сыр. В данном случае сыр должен расплавиться. Обратите внимание, как изменился цвет. Желтело, да? Сыр расплавится. Мы доведем только до кипения. И чтобы сыр расплавился. И все, и соус нам готов. И я уже слышу по запаху, рыба наша тоже подходит к готовности. Мы подходим к завершению. Нам остался один ингредиент, один продукт. Наше блюдо практически уже готово, Роман. Да. Рыба запекается. Буквально еще пара минут нам осталось. Но вот издревле на Руси, вообще в славянской кулинарии, к рыбе подавался всегда хрен. Вот все время хрен. Это такой вот овощ, который у нас в Беларуси растет. Кстати, очень полезная вещь. И лечебными свойствами обладает. Но мы сегодня вам решили немножко разнообразить стол, что бы называется. У нас рыба сегодня целиком. Мы попытались вам сделать два вида гарнира. Не совсем обычно. И хотим немножко сегодня разнообразить стол. Вот новым видом хлеба, который называется фитнес плюс ржаной. Очень интересная новинка нашего базовой организации с литковым хлебозаводом. В состав его входит морковь сушеная, входит семечки подсолнечника, тыквы. И вот такой вот интересный ингредиент. Обычно всегда пишется ржаная мука, такая мука. Рома, ну вы же уже товароведение прошли, да? Вот спельтовая мука. Что ты про это слышала вообще? Что такое спельтовая мука? Спельтовая мука, она производится из дикорастущих сортов пшеницы. Она является самой экологически чистой. Также она в процессе производства сохраняет свой витаминный состав и обладает крайне большим количеством клетчатки. Это очень здорово. Можно такой хлеб рекомендовать людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это немаловажно, да? Кроме того, я все-таки считаю, что частично это калорийный продукт. Ну и немаловажно, что вот, особенно когда детей, да, невозможно заставить там, допустим, тоже морковь кушать, еще что-то, да? То есть вот кусочки хлеба, это все есть. И мы сегодня это будем использовать. Мы будем наш хрен подавать на таком хлебе. Мы могли бы, конечно, сделать гренки. Но я вот решила, ну, коль он такой уже живой, прям настоящий, да? Мы просто форму немножко ему создадим, вот такую. Ты мне, пожалуйста, помоги, я его разрежу. Я попрошу тебя открыть хрен. Мы сегодня будем использовать хрен васаби. Хрен бывает разный. Лучше всего, конечно, домашний. Прям клади вот сюда горкой. Горкой. И вот таким образом мы и украсим наше блюдо, в том числе и цветовой гаммой. В каждых передачах мы говорим о том, что данное блюдо приготовить можно не только вот просто на обед, да? На ужин там. Можно подать на какой-то праздничный стол. И для того, чтобы это все разнообразить, может, ты роман сам выкладываешь, чтобы я лучше. Да, что ты укрась. Будем использовать еще и креветки. Коль рыбное блюдо, давайте сделаем такое рыбное, большое такое ассортивное. Вот, видите? Давай, я тебе покажу, вот и уже сам оформляй. Чем полезна рыба, наверное, нет смысла нашим телевизорам рассказывать. Все про это знают. Но вместе с тем, казалось бы, обыкновенный карм, да? Ну, привыкли так вот жареный-жареный, там, я не знаю, запеченный какой-то. Но вот можно же такое разнообразие делать? Можно. Экспериментируйте. Вот смотрите, как работают наши студенты. Наша умная машина сообщила нам о том, что карт наш уже готов. И наша основная задача сейчас правильно, красиво, профессионально преподнести это блюдо, чтобы понравилось нашему потребителю, чтобы радовал глаз. Это обычно, как говорят, встречают человека по одежке. Такие блюда любой потребитель, который приходит в любую точку общественного питания, всегда, прежде всего, приятный внешний вид. Нам бы, уважаемые телевизоры, хотелось, чтобы и вы дома радовали своих близких. Итак, вот Роман сейчас выкладывает гарнир, но тут не просто выкладывание гарнира. Обратите внимание, он с одной стороны выкладывает брюссельскую капусту, да? Да. А с другой стороны он выкладывает брокколи. И Ром положит так вот, чтобы передлительно было видно, что это брокколи, на самом деле, потому что это все в тесте. Одновременно мы уже подготовили, Рома, видите, сделал хлеб. Можно кушать это все с хлебом, с добавлением крелеток. Сливочно-сырный соус. Благодаря цвету добавления специальной пряности мы имеем такой яркий, насыщенный цвет. Вот там у нас в сотейнике чуть-чуть осталось соуса. Рома меня спросил, Петя Анатольевна, зачем мы его обставили? А я говорю, не знаю, понравится мне еще цветовая гамма или нет. Я думаю, все-таки вот мы эту серость, благодаря соусу, сейчас немножко уберем. Прокладывай все, не жалей, потому что у нас считается банкетное блюдо. Наверняка для того, чтобы блюдо было более сочным, мы сейчас еще добавим соуса немножко. Если бы это был летний период, конечно, у нас бы была свежая зелень. И, в принципе, это можно и на подоконниках выращивать. Вот, ну вот мы разбавили, видите, цветовая гамма, какая у нас получилась красивая, оранжевая, лимон у нас здесь. И я уже, Ром, буду тебе помогать, для того, чтобы рыба была более зрелищная. Давай параллельно с тобой будем работать. И вот. Соус, как правило, подается и может быть порционно, может быть непосредственно на блюде. Я хочу все-таки немножко вот разбавить, мне кажется, он какой-то как серовато. Пускай будет вот так. Напоминаю, что рыба уже предварительно у нас разрезана, то есть не нужно делить ее. Вот такое блюдо, уважаемые телевидители, сегодня приготовили для вас учреждение образования Сунский философский колледж, Татьяна Анатольевна Яченко, непосредственно своим учащенцам с Романом. И, Ром, я очень хочу, чтобы ты еще раз озвучила, что мы сегодня приготовили. Сегодня мы приготовили карпа, запеченного с овощами под сливочно-сырным соусом. Скажи, вот что-нибудь новое ты для себя здесь услышал, увидел? Потому что теория теории. Вот у нас сейчас идет с вами учебная практика, мы с тобой готовимся к WorldSkills. Какие-то новинки, секреты. Очень часто у кулинаров, как и у любой хозяйки дома, бывает, что что-то не получается. Бывает, что-то, вот что у нас сегодня такое было, и что-то даже, честно говоря, я не запомнил, что-то было не так. Наверное, мы чуть-чуть растерялись, когда готовили соль. Рома мне сказал, что Сан-Анатольевна почему-то не густеет. Почему? Мы добавляли сыр. А пока сыр расплавился, пока оно дошло до готовности, это немаловажно, чтобы оно так было. Очень важно определить готовность. Мы желаем нашим сельзрителям приятного аппетита! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!